Традиция проводить в своих стенах выставки родилась в Российской национальной библиотеке еще в XIX веке. Эту традицию здесь неуклонно чтут, и весну 2023 года встретили изысканной коллекции ароматов и подлинных рекламных афиш конца XIX – начала XX века. Это время, когда российская парфюмерия достигает высочайшего уровня. Ее признают в Европе, во всем мире. Ее качество, ее оригинальность славится, и она признается на равность французской парфюмерии. Поэтому здесь представлены очень интересные ароматы, модные, ценимые в то время. Ароматы кропотливо воссоздала Гильдия парфюмеров России и еще один полноправный участник выставки. Благодаря этому любой желающий сегодня может оценить парфюм навсегда ушедшей эпохи. Все парфюмеры XIX века хранили в тайне свои рецепты, но каким-то удивительным образом на аукционе был обнаружен каталог, приобретен, и на него ориентируются современные парфюмеры, которые хотят реконструировать духи. Эти реконструкции были сделаны совместно с химиками, поскольку некоторые компоненты, которые использовали в XIX веке, сейчас уже не используют, поэтому это была очень сложная, кропотливая работа. Духи гиацинт, сивильская фиалка, жанкиль, скошенная сена, цветочная вода, букет из гарема, одеколон русский, но больше всего формой, содержанием и нетипичной истории создания привлекает к себе одеколон северный. Идея его создания принадлежала сыну знаменитого русско-французского парфюмера Генриха Бракара Александру. Одна из самых именитых и успешных компаний того времени всегда славилась безупречным чутьем и креативным подходом к рекламе. Поэтому в 1908 году, когда весь мир захлестнул интерес к полярным исследованиям, Александр решает оседлать волну. Это был особый случай. Бракар увидел, что тема модная, тема севера в то время актуальная. Он хотел сделать что-то такое очень интересное, и поэтому пригласил художника. Это был какой-то особый заказ, проект. Для разработки особого заказа выбор пал на Казимира Малевича. Тогда основоположник супрематизма еще не был знаменит. Крайне нуждался в деньгах и согласился выполнить работу, которая не была в части в богемной среде художников. Однако в этом случае его бунтарский дух пришелся как нельзя кстати. Малевич нарушает правила функциональности флакона. Обычно флаконы были или круглые, или плоские. Это при Наполеоне стали делать плоские, чтобы можно было засунуть за сапог. И в конце 19 века оставали флаконы из стекла и хрусталя, очень изысканные, которые предназначались для мужского глаза, потому что покупателями были в то время. Прежде всего мужчины, которые покупали в подарок женщине. По задумке и эскизам Малевича, флакон одеколона «Северный» представлял собой глыбу льда или айсберг. Его подводная часть была намеренно выполнена из более прозрачного стекла с использованием особой техники. Здесь использована была техника кроклег. Вся поверхность белого стекла была пронизана трещинками, которые преломляли свет. Для Малевича очень важна тема света, как и для многих художников начала 20 века. Новинчивающаяся крышка льдина, на которой стоял белый медведь, изготавливалась из матового стекла. А сам хозяин Арктики был прекрасно детализирован вплоть до тонко проработанной шерсти. Трёхмерным воплощением идей Малевича занималась художник по стеклу Адель Якобсон. «Северный» появился в продаже в 1911 году и был принят на ура. В то время уже существовали ароматы унисекс, но этот предназначался только для мужчин. Реклама обещала, что он крепкий и освежающий, создает ощущение, как если бы вы на морозе подкинули вверх и глубоко вдохнули горсть снега. Впрочем, тогдашние маркетологи приписывали ему и другие полезные свойства. Оригинальность упаковки. Глыба льда, на поверхности которой стоит белый медведь, дает понять каждому, что свойство его освежать. Он незаменим против головных болей, мигрени, в летние жаркие дни и так далее. В 1917 году фабрика «Бракар и компания» была национализирована и переименована в «Новую Зарю». Но сам аромат настолько полюбился, что после окончания Гражданской войны его производство возобновили под тем же названием. Тем более, что все время своего развития СССР шел бок о бок с освоением «Севера». Правда, советский масс-маркет видоизменил флакон в сторону упрощения. Кракелюры заменили на имитацию трещин, досталось и белому медведю, который в несколько этапов по меткому замечанию острословов превратился в бобра. Но сам одеколон продолжал победное шествие по нашим прилавкам вплоть до 1996 года, войдя в пятерку отечественных ароматов долгожителей. На интернет-сайтах до сих пор можно встретить предложение приобрести его невскрытый экземпляр за 7 тысяч рублей. И еще одна любопытная деталь. Доподлинное авторство дизайна Малевича было доказано лишь в начале 21 века усилиями исследовательницы русского авангарда Александры Шацких. При том, что Малевич разместил на афише свой авторский знак. А это в то время было редкостью. Зато теперь и у ценителей живописи, и у романтиков «Севера» есть еще один повод говорить о суровой притягательности Арктики. Наверное, мы так и дальше и поступим. И разовьем эту тему широко и Малевича, и Одеколона, и Арктики. Тем более, что сейчас это очень такая интересная и значимая для нашей страны тема Арктики. Думаю, что вот и с музеем Арктики мы сможем поработать. Они тоже найдут для себя в нас новых прекрасных, ну, вроде старых, но в то же время новых партнеров, да, именно с этой стороны. То, что, конечно, люди очень удивляются, что такой великий художник, как Малевич, да, вдруг оказался на рекламном плакате, это, конечно, всех поражает. Поэтому здесь такое большое поле для творчества, что мы в дальнейшем, конечно, будем еще больше и больше это все развивать.